Так, привет, друзья! Я надеюсь, вы немножко соскучились по моим видео, но сегодня я решила, что поскольку путь меня ждет не близкий, то нужно использовать время, в общем-то, с умом. Ну, вы же помните одно из моих главных правил. Вот, сегодня я хочу поговорить с вами немного об учебе, потому что я отправляюсь сегодня на так называемое обучение. Вот, но скорее, наверное, если уж по правде, то не на обучение, а на какие-то, скажем так, на возможность получить, услышать чужой опыт и какие-то возможные идеи или просто вдохновение, которые у меня появятся, дабы натолкнуть себя на еще большую скорость, на более, возможно, грамотные действия, оно может действительно внедрить какие-то фишки из, в общем-то, услышанного, да, то есть понять и найти что-то для себя. В отношении обучения как бы много всякого снято видео у меня, еще у кого-то, вот, и многие люди, они вообще как бы сосредоточены на том, чтобы постоянно куда-то ходить, чего-то там учиться, набираться. Но я уже, исходя из своего опыта многолетнего в бизнесе, могу вам сказать, что, конечно, нет лучшего обучения, нежели практика. Поэтому изначально, ну, особенно тогда, да, когда вы только начинаете, вы еще ничего не понимаете, это вообще очень круто пойти, поучиться, особенно там, где выстраиваются процессы, вообще все рассказывается, ну, там, не знаю, если вы живете в Москве, то, конечно, сходить на БМ, получить массу впечатлений, эмоций, наверное, да. Вот, хотя я не была ни разу на БМе, в Москве вживую, в общем-то, но понимаю, что если бы я сегодня начинала и попала в такую бы среду, то, наверное, я бы офигела от счастья. Но, когда вы начинаете работать, вы сталкиваетесь с реалиями, вот, вы видите, что многие из тех вещей, которые вам рассказывали, не соответствуют действительности в вашем конкретном случае и так далее и тому подобное. Но, когда вы начинаете действовать и все равно уже имеете какие-то знания, навыки, вы это начинаете лепить и все равно у вас что-то получается. Это, знаете, как из пластилина. Надо лепить снеговичка, вы лепите, у вас снеговичок не получается, но получается Дед Мороз, да, или наоборот. Вот, поэтому, как бы, это очень круто. В процессе, когда мы занимаемся бизнесом, когда мы занимаемся им активно, активно пролетаем, зарабатываем, имеем разные качели, карусели, потому что бизнес – это всегда американские горки, не бывает только вверх-вверх-вверх, вниз-вниз-вниз, бывает только в том случае, если, конечно, мы вообще не пытаемся даже ничего сделать. Если пытаемся, то у нас так или иначе идет такая волнообразная история. Так вот, касаемо того, когда вы начинаете заниматься активным бизнесом, идет и понимаете, в принципе, наверное, с самого момента обучения, ну там, что делать, уже как бы не стоит. Стоит больше вопроса, а, вдохновения, б, изучение других кейсов, да, очень круто, когда другие люди рассказывают тебе о том, как происходит у них, что они сейчас делают, что у них сейчас получается, а что не получается, а что сделали, вот, а в чем прогорели, а что поняли, вот, это очень классно. Поэтому я, например, для себя на данный момент как бы закрыла, ну, не то, чтобы закрыла, но пока не встречаю чего-то такого, на что бы мне хотелось сильно сходить, как бы поучиться, но мне сегодня интересно изучать кейсы людей, и кейсы не просто Маши или Пети, которых я никогда не знала и не видела, а кейсы от владельцев или учредителей, или топ-менеджмента, реальных бизнесов, которые сегодня работают. Ну, и поскольку я нахожусь на данный момент в Украине, живу здесь, то у нас-то также в нашей стране, на удивление, мы не сдохли, вот, у нас есть успешные разные проекты, очень классные, креативные ребята, и вообще такой движ ощущается за последние несколько лет, какое-то такое подрастающее поколение, ну, наше, в том числе, мое, да, подросло, и как-то так здорово стало делать, знаете, ну, проекты уже в рыночных условиях, да, то есть не то, что там, как обычно люди привыкли, там, какие-то откаты кому-то давать, да, как наши, там, может быть, родители, еще кто-то вел, ну, не бизнес, а по сути, вот такой ментал, сейчас как бы рыночные отношения, сейчас все учатся уже привлекать, учатся общаться со своей аудиторией, учатся подавать, упаковывать свой товар, интересно уже все заморачиваются над тем, как сделать интересно, да, вот, и, естественно, мне это тоже как бы близко, поэтому я сегодня для себя, например, выбираю какие-то вещи, и не могу сказать, что часто это делаю, но вот сейчас, например, выделила несколько дней, то, чтобы походить и послушать опыт своих коллег, достаточно успешных, кто-то, наверное, более, кто-то менее, опять-таки сделать для себя какие-то определенные заключения, да, не выводы, а какие-то заключения в отношении услышанного, ну, и я уверена, что обязательно вдохновиться на какие-то, возможно, не знаю, витки, проекты или еще что-то в контексте того, что мы делаем сейчас, вот, поэтому мой совет, когда меня спрашивают, у кого учиться, там, мой совет всегда обращать внимание на практиках, то есть на людей, о чьих бизнесах вы слышите, чьи бизнесы вы видите в активной стадии роста, развития, за кем можно наблюдать, и неважно, из какой они сферы, имеют ли они вообще к вам хоть какое-то отношение, вот сегодня я туда, куда иду, вообще ничего не имеет ни к одной из сфер, которой я занимаюсь, вот, но это даже круто, вот, потому что не будет желания что-то там скопировать, да, или там сразу же говорить, нет, это не работает, как мы обычно, знаете, это делаем, вот, а будет возможность просто послушать, да, и уже дальше для себя что-то принять, не принять, ну, постараться быть максимально открытой к информации. Это, кстати, еще один очень важный фактор, о котором я всегда говорю, сама, когда проводила тренинги, что не старайтесь сразу же, как бы, повесить ярлык, это работает, это не работает, это правильно, это неправильно, это про меня, это не про меня, постарайтесь просто принять в себя эту информацию, обработать ее, и затем то, что приживется, сделать. Или если какие-то мысли вам понравились, но вы не верите, что, ну, нет, наверное, у меня это не получится сделать, да, это не для моей аудитории, ну, ничего, как бы, вы особо сильно не потеряете, если вы попробуете и сделаете. Иногда очень прикольно бывает, когда ты, как бы, не согласен, не понимаешь, как это работает, но ты берешь это и делаешь, и потом думаешь, ё-моё, прикольно, я даже и не подозревала, здорово, круто. Вот, поэтому обращайте внимание, прежде всего, на тех людей, которые сегодня, если вам интересна тема бизнеса, которые, прежде всего, сегодня делают проекты, которые не рассказывают о том, как они делали 100 лет назад, там, год назад, 5 лет назад. Вы должны понимать, что рынок меняется слишком быстро, и то, что работало год назад, сейчас уже может вообще не работать. То есть, всё очень сильно устаревает, посмотрите, пожалуйста, хотя бы на развитие электроники, да, то есть, каждый год, там, тот же iPhone, телефоны предлагают совершенно новые качественные решения, то есть, каждый год прогресс сумасшедший, в бизнесе то же самое, люди тоже адаптируются ко многим вещам, поэтому брать, там, то, что 10 лет назад вам советовали внедрять, да, возможно, какая-то классика, типа того, там, сделайте акцию или делайте скидки, это, как бы, классика навсегда, вот, но, безусловно, и множество нюансов, и моментов, которые работают right now. Вот, я уже почти какая-то американка становлюсь. Я желаю всем замечательного дня, надеюсь, это видео вам немножечко помогло. Определите для себя заданием такое, определите для себя, у кого бы вы хотели подпитаться, подучиться, посмотрите, какие мероприятия у вас происходят, возможно, они наверняка какие-то происходят, вот, и не так дорого это стоит сегодня, послушать практиков, кстати, практиков стоит послушать всегда гораздо дешевле, чем бизнес-тренеров, тоже нужно понимать, потому что бизнес-тренеры – это их работа и бизнес, практики – это люди, которых приглашают, они заходят, делятся, и тем самым делают себе что? Маркетинг, правильно. Вот, собственно, все, что я вам хотела сказать. Всем замечательного дня, поехали учиться, пока!